Как вариант течения аллергии может быть пищевая аллергия. Чаще всего это, конечно же, у грудничков. Особенно у грудничков. Почему? Потому что возникают эпизоды погрешности питания у матерей, кормящих этих детей. Возможно, неправильно или не вовремя введенный прикорм. Конечно же, потенциально вызывающие аллергию продукты, нужно о них помнить всегда, это кровь и молоко, яйца, различные виды рыб, экзотические овощи, фрукты и шоколад. Какие-то из них являются прямыми аллергенами, какие-то из них вызывают псевдоаллергическую реакцию. Но, тем не менее, они все могут вызывать проявление аллергии у ребенка. При контактном дерматите высыпания поражают открытые участки тела. Лицо, руки, а при пищевом они возникают на всем теле. И в зависимости, конечно же, от скорости реакции иммунной системы, возможны различные проявления, либо спустя несколько часов, либо через несколько дней. Зависимость этих высыпаний и локализаций зависит от возраста. У маленьких детей сыпь поражает щеки, заушные области, сгибы конечностей, локти, колени, можно в паху. Волосистая часть головы, туловище. У детей старшего возраста, с 2 до 12 лет, чаще всего шея и локти. В подростковом возрасте аллергия характеризуется сыпью на лице, на руках, на коже, тыльной поверхности кистей. Может покрывать все туловище. Характеристика сыпи. Напомню, следующие основные симптомы. Это сильный зуд, покраснение кожи, отечность, четкость и огрубление кожного рисунка, сухость кожи, утолщение, лихинификация и формирование на ней пигментных пятен. Кожа приобретает вид чешуи рыбы. В тяжелых формах заболевания, когда присоединяется вторичная инфекция, возможно повышение температуры, увеличение лимфатических узлов, непроходящая мохнущая кожа. И дети становятся, конечно же, капризными, раздражительными, появляются круги вокруг глаз, нездоровые круги вокруг глаз. Что касается введения прикорма у этих детей, если вы знаете, что ваш ребенок страдает аллергией, вы видите эти проявления, какое правило важно. Не рекомендуется введение прикорма из нескольких продуктов. И чаще одного раза в семь дней. Здесь мы можем отследить, какой продукт будет вызывать негативные проявления у данного конкретного ребенка. Если у вас возникла острая реакция, можно заменить этот продукт на предыдущий с более низкой аллергенностью. Но к продукту, который вызвал аллергию, возможно все-таки вернуться спустя 8-9 недель после знакомства ребенка с этим аллергеном. Незнакомые продукты, которые вы будете вводить ребенку, желательно, конечно же, вводить после кормления. Не до кормления, а после кормления. И нежелательно их смешивать с другими продуктами. Чаще всего эти проявления на коже проявляются в повышенной чувствительности, сухости и шелушении кожи, и уплотнении кожи. Это больше проявление все-таки атопического дерматита. Об этом нужно помнить. Так вот, для снятия зуда, естественно, можно использовать антигистаминные препараты. Но желательно все-таки помнить о том, что они должны быть второго поколения. И гипоаллергенная диета. Она является важной составляющей в ведении данных пациентов или же у матерей, кормящих вроде данных детей. Пожалуйста, мамочки, исключите все фрукты и ягоды красного цвета. Также соки и овощи. Мы говорили уже о рыбе и морепродуктах. Молоко коровье, апельсины и мандарины, злаковые, яйца, зелень. Любые консерванты. Эмульгаторы, соусы, копчености, шоколад. Напитки. Сладкие газированные напитки. Если у вас дома есть ребенок, страдающий аллергическим дерматитом, нужно соблюдать некоторые правила по уходу. Ежедневно проводить влажную уборку в помещениях. Влажную уборку и проветривание без применения химических веществ. Ежедневно менять нательное белье ребенка. Использовать только гипоаллергенные вещества. Это ляные хлопковые ткани. И при купании запрещено использовать гели, мыла, пенки, жидкие мыла и мочалки. Лицо ребенка перед выходом на улицу в зимнее время желательно обработать детским кремом. В летнее время желательно использовать солнцезащитный крем. В тяжелых случаях аллергического дерматита в детей используются гормональные препараты. Это местные глюкокортикоидные препараты. Аллаком, адвантан, дермовейт, гидрокортизон. В дальнейшем у детей с частыми рецидивами мы вынуждены переходить на осид-терапию. Суть метода заключается в том, что в организм вводятся дозированные очищенные вещества из аллергенов, которые считаются причиной данного конкретного заболевания у ребенка, чтобы организм сам мог выработать иммунологическую толерантность к этим веществам. В первый год жизни профилактика аллергических аллергий у детей – это грудное вскармливание. Материнское молоко защищает нашего ребенка, защищает от аллергенов и улучшает работу иммунной системы. И желательно, чтобы родители помнили, что ребенка нужно защищать от агрессивных средств бытовой химии и некачественных продуктов питания, которые они будут употреблять сами. Продолжение следует...